Мы живем в удивительное время. Это самое динамичное время в истории всего человечества. Все меняется, друзья, очень-очень-очень быстро. Только за последние 30 лет люди изобрели такие вещи, как интернет, смартфоны, клонирование, дроны, портативный GPS, плоские дисплеи, один тиндер, чего стоит, согласитесь? Объект, который разработал человек, впервые покинул пространство Солнечной системы. Мы готовимся колонизировать Марс. Посмотрите, как начинают выглядеть современные заводы. А вот как они выглядели всего-то 30 лет назад, в 90-х. Как начинают выглядеть смартфоны, сейчас вы увидите, скорее всего. Поверьте, они выглядят очень классно, тем более мы все ими пользуемся и знаем, что они могут. Спасибо. И мобильные телефоны, согласитесь, несколько отличаются. И это было тоже всего лишь 30 лет назад. Посмотрите, как выглядит современный автомобиль, весь напичканный электроникой. И как он выглядел в 90-е. А теперь обратите внимание вот на эту картинку. Это парламент 2019 года. А это парламент начала 21 века. А вот это парламент начала 20 века. А сейчас не поверите, что будет. Парламент. Парламент начала 19 века. Что-то со мной не так? Или вы тоже не видите особенной разницы в этих иллюстрациях? Я нахожу совершенно возмутительным то, что политика, которая влияет на такое количество вещей в наших жизнях, является одной из самых консервативных и неповоротливых систем. Только вдумайтесь. То, как мы организовали государственное управление, то, как мы организуем отношения с нашими соседями, то, как мы используем собственные ресурсы, не меняется десятилетиями и даже столетиями. Нам нужна глобальная реформа политической системы. Так больше невозможно. Нам нужны фундаментальные изменения политических процессов на региональном и глобальном уровне. Нам нужно новое международное регулирование финансовой и налоговой сферы. Нам нужны новые формы гражданства, возможно, не зависящие от географии. Сейчас, в зависимости от того, где нам посчастливилось или не посчастливилось родиться, зависит наше благополучие, наши возможности и, давайте откровенно, зачастую шансы нашего выживания. Это ли не анахронизм? Я думаю, что также нашим потомкам может показаться странным, что мы все делились на 193 группы. У каждой группы был свой символ – рисунок в прямоугольнике. У некоторых – горизонтальные полоски в нескольких цветах, у других – вертикальные, у некоторых – посередине круг, у других – крест. А вот некоторые вообще решили соригинальничать, но, может быть, лучше бы они этого и не делали. И даже если люди из этих групп очень не сильно отличались друг от друга, им важно было доказать всем остальным, что они-то гораздо лучше хотя бы в каком-то аспекте жизни, только по факту того, что они родились на определенной территории. Это довольно нелогично. Кроме того, эти люди, которым важно было доказать, что они в чем-то лучше, готовы были тратить на это любые ресурсы. Они шли на жертвы, терпели лишения. Они могли зайти так далеко, что отправляли своих детей на войну только ради этих иллюзорных целей. Бенедикт Андерсон, известный социолог, называл национальные государства воображаемыми сообществами, вымышленными сообществами. Национальные государства на исторической плоскости – это явление довольно недавнее. Они появились в конце XVIII века как ответ на нужды первой промышленной революции, когда правительствам нужно стало направлять и мотивировать людей через принадлежность к их нациям, через осознание уникальной исторической судьбы, особой национальной миссии. И вдруг интересы кусочка земли для людей стали выше, чем интересы и будущее всех остальных вместе взятых. Таким образом, получается, что страны, которые возникли как ответ на вызовы первой промышленной революции, – форменные эгоисты. Конечно, можно найти рациональное объяснение, почему страны ведут себя именно таким образом. Но это только если мы рассматриваем мир в парадигме конкуренции как единственного способа сосуществования. Время шло, парадигма эта менялась, а государства, как были эгоистами, так, честно говоря, ими и остаются. Что я имею в виду, когда говорю, что они эгоисты? Давайте разбираться вместе. И я решила тут не впечатлять вас академическими трудами и научными талмудами, а просто взять глянцевый журнал, открыть статью «Как понять, что ваш партнер эгоист?» и пропустить страны через эти критерии. У нас же у всех вас с вами… У нас же у всех, спасибо, есть отношения с нашими государствами. Давайте посмотрим, что получилось. Первое. Партнер зациклен на себе. Мне это чуть-чуть напоминает национальное государство. Национальное государство думает исключительно о своей внутренней повестке. Они живут от одного электорального цикла до другого. Они конкурируют с другими странами за мировое лидерство. А у нас с вами, перед нами стоят такие вызовы, которые ни одно национальное государство не может решить самостоятельно. Что это за вызовы? Это кризис экологии. Это вымирание важнейших для нашего собственного существования видов. Это пандемия. Это океаны, заполненные пластиком. Это загрязненный воздух. Это нехватка питьевой воды. Климатическая и политическая миграция. При этом мы все зациклены на других повестках. Очень важно нам с вами разбираться в том, что по своей сути глобально, а не локально. Задайте себе вопрос, насколько вы разбираетесь в глобальных трендах? Насколько вам интересна повестка мирового технологического регулирования? Верите ли вы тем людям, которые считают, что глобальное потепление – это вымысел? И в зависимости от вашего ответа, чем более вы осведомлены об этих глобальных повестках, тем сложнее вами манипулировать. Номер два. Вместо того, чтобы обсуждать наболевшие вопросы, партнер молчит. У нас, как у граждан, часто есть запросы на некоторые реформы, которые, к сожалению, зачастую остаются без ответа. Нет контроля над тем, как расходуются наши налоги. Не все страны имеют обыкновение консультироваться с нами, гражданами, когда принимаются ответственные решения по важным вопросам внутренней и внешней политики. Корпоративные и государственные СМИ часто используют инструменты манипуляции общественным мнением, чтобы отвлекать нас от того, что действительно важно. Нам нужно чуть больше, гораздо больше с вами вовлекаться в контроль над государствами. Государство – это мы. Давайте представим себе, что страна работает как бизнес. У нее есть определенные лимитированные ресурсы, у нее есть некий бюджет. Я считаю, что правительство должно работать как наемный генеральный директор, то есть эффективно управлять структурой, которая ему вверена, с тем, чтобы максимизировать ценность для держателей акций в условиях здоровой рыночной конкуренции. Что, если в бизнесе этого не происходит? Акционеры управляющего директора увольняют и приглашают нового человека. А теперь посмотрите и подумайте, как работают государства и даже ООН. Такой бизнес давно бы загнулся. Почему мы позволяем себе иметь таких управленцев? Где еще акционеры с таким наплевательским отношением относятся к структуре собственного бизнеса? Кто терпит генеральных директоров, которые, апеллируя к чувству патриотизма и долга, окружают себя удобными седми, высоко коррумпированными и крайне неэффективными людьми? Как долго такие управленцы продержатся в бизнесе? Интересная штука про бизнес в том, что генеральный директор имеет очень ограниченную власть. И, возможно, так же может происходить и в правительстве. Я убеждена, что ни одно, ни один человек, ни одна группа людей не должно обладать какой-то абсолютной властью. Если вы спросите меня про альтернативные модели, правительство в аренду? Почему нет? Правительство как сервис? Я однозначно за. Третий пункт. Партнер критикует вас, ваших друзей и родных. Это нарратив, который с нами от рождения до смерти, который заставляет нас скептически относиться к нашим соседям и коалициям, в которых они состоят. Они плохие, они чужие, они не такие, как мы. Согласитесь, удобно. Национальные государства используют этот нарратив для нас, что далеко не способствует созданию партнерств и транснационального добрососедства, которое могло бы создать базу в виде доверия для объединения вокруг наших общих глобальных повесток. Почему наше чувство эмпатии не может преодолеть черту, линию на карте или пограничный столб, вбитый в землю? Так скажите мне, могут ли страны не быть эгоистами? Страны – это мы, люди. Любите людей. Людей не таких, как вы. Людей, о которых говорят, что они дикие, чужие, вообще какие-то непонятные, даже если они живут по соседству. Людей, которых мы никогда не пытались понять. Людей, которых не хочет, чтобы вы любили ваше правительство. Все это нужно делать с довольно серьезной степенью приоритетности, друзья. У нас есть ответственность перед будущими поколениями и тем миром, который мы им передадим. Представьте, что вы летите на самолете без пилота, плывете на круизном лайнере без капитана. Продолжите ли вы развлекаться в первом классе или объединитесь и пойдете в кабину капитана, которого нет? Продолжите ли вы полагаться на тех людей, которые вам сервируют напитки, включают вам кино? Или вы все-таки постараетесь вместе решить проблему? Потому что проблема есть. Мы только и слышим, кто какое новое оружие разработал, какие пошлины ввел в отношениях других стран. Но не это важно. Конечно, можно отмахнуться и сказать, ну какие глупости, ну что можно противопоставить системе национальных государств? Это какая-то утопия, иллюзия, вообще недостойная внимания. Но давайте вдумаемся, какие инновации людям все-таки удалось разработать и внедрить. Я считаю, что если мы были способны на такие прорывы мысли, то возможно, что и в политической сфере мы тоже на что-то способны. Старайтесь поддерживать тех политиков или лидеров мнений, которые которые продвигают глобальную повестку, которые продвигают открытость. И я вас очень прошу, я вижу здесь очень много молодых людей, сами становитесь такими политиками. Потому что такие вещи, как наша суверенная модель, наши особые традиции, наш путь, наше мироустройство, это будут до конца поддерживать те, кому максимально выгодно, чтобы статус-кво не менялся. Конечно, рассчитывать на то, что правительства будут это продвигать, довольно наивно. Это должны делать мы с вами. И, пожалуйста, не поймите меня неправильно, я ни в коем случае не призываю к обрушению конституционного строя или захвату государственной власти. Не нужны никакие революции, перевороты. Можно постепенно смещаться в сторону новой парадигмы, просто делая что-то каждый день, что больше соответствует глобальной повестке. Невозможно изобрести будущее, опираясь на старые инструменты. Представьте, что вы вызвали Uber, а к вам приехал вот такой автомобиль. Конечно, вы соберете немало лайков в Инстаграме, но если вы озадачитесь, насколько это удобно, насколько это соответствует вызовам сегодняшнего дня, то поймете, что, наверное, это не самый лучший сценарий. Хотя этот автомобиль, он, честно говоря, гораздо современнее, чем идея национальных государств. Почему всех продолжают устраивать, что результатами выборов во многих странах является то же самое, только в сфере политической повестки? Мы с вами, делая какие-то шаги и в сторону глобальной атмосферы, можем получить другое будущее. Будущее на более высоких уровнях существования. Будущее в объединенном, а не разобщенном мире. Будущее, которое соответствует духу времени, в котором мы с вами живем. Спасибо. 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 Спасибо.